здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу посмотреть как чувствовать себя мои башмачки что мне сильно нравится как они растут какими темпами все хочу посмотреть у них корневую систему пересадить и покажу вам это все на камеру в каком грунте они росли и куда их хочу пересадить так приступим это вот мои пафиопедиумы они двух сортов этот полосатик а этот с такими листочками одноцветными зелененькими я хочу их вынуть из горшочка и посмотреть как они себя чувствуют и пересадить в другую систему посадки они вообще должны отмирать старые розеточки отмирают молодые наращиваются что-то потеряла до речи посмотрите корень испортился сейчас посмотрим вот корень порченный что-то мне это не нравится посадочка смотрите как бы не потерять свои башмачки в дальнейшем нужно принимать меры влажность была хорошая грунт такой как сказали в магазине туда и посадила мхом немножко сверху прикрыла но видимо им такая посадка не подошла смотрим башмачок смотреть полностью занил корешок на вид еще вроде бы красивая хотя корни должны оставаться старый вот этот отцвёвший цветоносом старым он должен отмирать вот так здесь видите по как я вам покажу вот листики отсыхают отмирают а эти которые не цвели они должны пускать новые корешочки и разрастаться на корней как вы видите нет вот пошли зачатки но сам основной корень вот полностью пришел негодность во время я ее еще посадила ну раз ковыряла посмотрела посмотрю второй башмачок а это тоже вот выпустил новую деточку старый пришел негодность но корни тоже пропали я не знаю если может быть так положено шу корни пропадают но как же будет расти деточка без корней я думала что по-другому но видите вообще корни нет ничего таки будем сажать только посажу ее в другую систему не в такую как я сажала как мне сказали в магазине какой грунт все это все я выброшу и будем сажать систему такую как я привыкла сажать свои орхидеи беру такой же двойной горшочек так как ну чтобы они не разрастались у меня в разных местах с горшочки туда сюда посажу в один горшочек совместный да друзья мои если я посажу орхидеечку в такой грунт керамзит ей будет хорошо замечательно ну было бы хорошо замечательно если был хотя бы один корешок ну так как нет корней я ее посажу совсем другое условие убираем это все керамзит убираем у меня есть вот такое кашпо с выпуклой частью в это кашпо я буду сажать свои орхидейки на дно кашпо я насыпала керамзитом а теперь самое интересное теперь я беру свежий мох мы были в лесу и вот нарвали мха смотрите какой хороший замечательный мох и в этот мох я буду сажать свои растения так как у них корней нет мох будет влажный будет поддерживать нужную температуру влажность воздуха вокруг и мои орхидеи ну лучше начнут пускать корешочки я вам все буду показывать и рассказывать за какое время они пустят свои корешочки а сейчас вам покажу как я буду сажать свои орхидейки беру мох он сейчас у меня сухой мы привезли его на улице оставила под уличные растения положила и он там лежал до нужного времени теперь я его помещаю полностью в кашпо мог сажать очень-очень легко и пользоваться тоже этим хом замечательно смотрите как красиво получается зеленая зона все в зелени он будет влажным он лишней влаги не отдаст так как он будет влагу еще на себя брать он еще будет расти в этом кашпо ему будет все хорошо все замечательно смотрите друг орхидейку вот эти вот листики которые уже отсохли я их уже срежу они уже не дадут питание никакого своей этой орхидеи и вот этот цветонос тоже срежу беру мне будет легче наблюдать за этой орхидеи здесь один старый одна розеточка старая и две молодые она должна в этом году будет у меня цвести если бы были корни а так как корней нет будем надеяться что зацветет хоть в следующем году в этой розеточке я тоже хочу обрезать вот эти старые которые отогнили листики и цветонос уже чекану обрежу и осталась молодая розеточка но она абсолютно без корней будем наблюдать за ее развитием тоже делаю пальцем углубление и вставляю орхидейку так как это считается земляная орхидейка ей будет хорошо замечательно в этом составе и вот у меня еще один есть пафиопедиум никакой с одним страшненьким корешочком но надеюсь выживет сейчас его тоже где-то помещу рядышком вот здесь и будем наблюдать за этой посадочкой как она будет развиваться поливать сейчас покажу как буду поливать часа уберу все ненужное и все вам буду рассказывать и показывать вообще это орхидея неприхотливая сама неприхотливая но вы видите что произошло это купила на в интернете и мне пришли такие розетки вроде бы на вид хорошая на корни я не смотрела пересадила так как мне сказали и вот что получилось может быть оно таки должно быть не знаю как там в самом деле но корень я считаю что должен быть по-любому теперь я беру воду так как мох сухой и будем поливать смотрите взяла отстоянную воду у меня есть энерген и НВ-101 я возьму НВ-101 но мне больше нравится мне еще там есть биостимуляторы натуральные смотрите одну капельку капаю все одна капелька этого достаточно теперь покажу до какой степени я буду поливать смотреть сверху растения не буду поливать по краю горшочка но мне нужно мох смочить в растение я не поливаю в серединку хотя можно было бы ничего ему не будет но мне надо чтобы был мох мокрый чтобы он начал ну впитывать влагу и вот смотрите до какой степень чтобы керамзит полностью намочился и напалит чуть выше и мог потянет влагу и он будет постоянно мокрый и буду придерживаться это их и этому количеству воды чтобы постоянно придерживаться в таком количестве чтобы была вода чуть уйдет водичка добавлю уйдет добавлю сверху можно опрыскивать так как листики не боятся влаги это не фаналинопсис и что-то начинается у них всякие болезни грибковые это орхидейка более приспособлена к жизни вот такая посадочка у меня на сегодняшний день я считаю очень красивая компактная посадочка но корней у нее нет абсолютно в этих орхидейках я вам все показала все вы видели все рассказала будем следить за этими орхидейками я вам все буду показывать рассказывать как они себя чувствуют даже я думаю через месяц где-то если я увижу зачатки корешков здесь я их вы вы ему из этого мха и покажу вам на какой размер на какую длину корешочек пошел в рост а пока ничего больше с ними делать не буду оставлю на окошке листики выйти немного увяли но они все-таки отмирают вот эти бодренькие срединка мощные такие здоровые жизнерадостные листочки а эти которые отмирают они вяленькие это старое растение у них всегда у этого вида орхидей отмирают старые розеточки а новые розеточки начинают цвести и радовать нас своими прекрасными башмачками цветочками огромного размера спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока и и и и и и и и